Николаевский зоопарк, отдел кормоцех. И сейчас мы вам покажем, как и где готовят корма для питомцев Николаевского зоопарка. В этот отдел надо готовиться. У нас есть халат. Сейчас мы его по-другому нельзя. Мы прошли без коврик и мы покажем, где, что и как. Овочи, фрукты и другие важные продукты именно здесь перетворяются на ласощи для экзотичных и вибагливых утриманцев Николаевского зоопарка. У каждого из них свой рацион. Тож и меню складывается не только сгодно нормативов и потреб, но и с урахованием за баганок и вкус адресата. Во многих ресторанах во всех есть свое меню. Оно разнообразное, эксклюзивное. Что же есть в Николаевском зоопарке? В Николаевском зоопарке есть книга рационов. Это многолетний труд, настольная книга зоотехников отдела кормов. Кількість смаколиків для кожної тварини суворо задокументована. Сейчас мы заходим на кухню кормоцеха, где же именно готовят корма и в каких условиях. Это мы проверим. Обратите внимание, что оборудование хорошее. Мы подготовились, я уже сказала. Мы не как ревизор, авторское право мы учитываем. Проверяем чистоту поверхностей. Чисто. Плиты. Чисто. Чистота гарантия блюд, которых приготовят в Николаевском зоопарке. Здесь как раз можно посмотреть каши. Гороховая каша, пшоная каша. Что-то еще вкусное для животных. Ну, непонятно нам. Крім різноманітних каш, тут готується чимало страв. Тільки картоплі вариться 133 кг щодня. И все это за допомогою специального обладнания, яке отримуется в идеальной чистоті. Цей дивный привод – гигантская овочерізка. Вона переробляет соковитые плоды на смачный харч для копытных тварин. Морква, буряк – то, что швидко перетворяется на мешку, яку так полюбляют зверья. Вот это вот на каждый месяц, на первое число делаем по копытным животным раздачу для каждого вида животных. Вот там зебры, лошади, проживальские, тапиры. И рабочие уже знают, сколько именно овощей. Сколько моркови, сколько картошки, сколько зернофража. Разлаживаются после измельчения на корнерезке. Разлаживаются в тазики, потом досыпается зернофраж, овес и отруби кукуруза. Потом вставляются на тачки, отрубаются на отделы. Зебрий Олені Давида, косулей, альпаки, яки и зубри. Нікого не забули, всі у списку на корисні ласощи. А мы тем часом зазирнемо до холодильной камеры. Температура режим выставляется, минус три. Набрала температуру, отключилась, держит. Упала температура, опять включается и холодит. Сейчас мы находимся в святая святых. Мы увидим холодильные камеры. Товарное соседство здесь соблюдено. Температура очень холодна. Посмотрели, минус три. Мы стоим и мерзнем. Но мы должны вам это показать. Здесь мясные туши. Чистота, порядок и самое главное – холодно. В день наши животные съедают мясо говядины 146 килограмм. В год такая цифра, что в год все наши животные мясо говядины съедают около 50 тысяч килограмм. З ранку с холодильника продукты надходят до мясного цеху. Сейчас мяса нету, но у меня осталась одна салфетка. И мы должны проверить чистоту поверхности и в каких условиях готовят самый главный продукт в зоопарке. Проверяем. Чистота поверхностей чистая. Но это еще не самое главное. Самое главное – это нож. Нож отполированный. Проверяем. Чистый. Так, но ножом здесь не отделаться, потому что килограммы большие, поэтому берем топор. Топор тоже наполированный идеально. И чистота топора также идеальна. Все раздивились, ничого не пропустили. Час идти далее.